Как воруют наши деньги на ежегодном ремонте дорог? Сотрудники дорожных служб, проверяя участки дорог перед их ремонтом, почти в два раза завышают объемы работ для дорожного ремонта. Получая средства на ремонт дорог, подрядчики сносят чиновникам так называемый откат – часть разницы между реальной стоимостью объема работ и завышенной, которую утверждает чиновник. Для того, чтобы заработать еще больше, подрядчики, выполняющие дорожный ремонт, используют при работе более дешевые, а значит, некачественные материалы и допотопные технологии. Но и в этом случае можно было бы избежать существенных затрат на ремонт дорог. Для этого на протяжении года необходимо следить за их состоянием и своевременно производить их обслуживание и ремонт. За состоянием дорожного полотна слезят службы эксплуатации, основной задачей которых является выявление повреждений дорожного покрытия. При обнаружении незначительных трещин в асфальтовом покрытии их следует заливать специальными битумными полимерами, которые препятствуют их дальнейшему увеличению и превращению в дорожные выбоины и ямы. Однако, разве могут допустить жулики из дорожных служб, чтобы отремонтированная или недавно построенная дорога служила годами без существенного ремонта? Конечно же нет. Их интерес как раз и заключается в том, чтобы дороги регулярно приходили в негодность, чтобы вновь и вновь ремонтировать их для насыщения своих неуемных аппетитов. А потому дороги строятся, ремонтируются и эксплуатируются совершенно безобразно. Как вы можете воспрепятствовать воровству на ремонте дорог? Фотографируйте и снимайте на видео нарушения на дорогах. Размещайте фото и видео нарушений на сайте общественного контроля дорог forroad.net. И распространяйте информацию о них в социальных сетях. Пишите жалобы, заявления и информационные запросы, пользуясь простым механизмом их автоматического формирования на сайте общественного контроля. Добивайтесь от властей открытости всей информации, касающейся объемов дорожного ремонта по каждой улице в отдельности. Требуйте ответственности чиновников, допустивших воровство и коррупцию в дорожном секторе. Запомните, никто не прекратит воровство на дорогах, если этому не помешаем мы. Наша задача создать непереносимые условия для тех, кто десятилетиями наживается на строительстве и ремонте дорог, постоянно делая их преступления достоянием общественности и приближая наказание. Фотоаппарат и видеокамера, интернет и СМИ – наши союзники. Нас – миллионы, и мы вместе создадим среду, невыносимую для жуликов и коррупционеров, потому что это и есть гражданское общество. Сергей Дубенко – общественный контроль дорог и 10 миллионов автолюбителей.